Что ж, господа, вначале вопрос, какая линия длиннее? Верхняя или нижняя? А теперь посмотрите сюда, какая длиннее? Верхняя или нижняя? Сейчас вы, вероятно, уже поняли, что я задал вам вопрос с подковыркой, потому что в каждом из этих примеров линии были одинаковой длины. Подобные иллюзии возникают из-за неправильного применения масштабирования размера. В нашем случае это означает незнание своего стиля, что еще хуже – ношение одежды, которая делает вас толще и тяжелее. Эту ошибку постоянно совершают довольно крупные парни. Серьезно, такая футболка с горизонтальными линиями вам совершенно не подходит? Светлая рубашка с темными брюками привлекает внимание к вашей фигуре из-за контраста в области талии. И вы еще больше подчеркиваете этот контраст, надев пояс, который сам по себе контрастирует с нарядом. А теперь представьте, что вы умело обыгрываете особенности вашей фигуры. Может быть, вы наденете рубашку с вертикальными линиями, а они помогают глазу окинуть вашу фигуру сверху вниз. И это создаст иллюзию, что вы стройнее, чем в действительности. И один из моих любимых советов – удлиняйте линию ног. Это можно сделать самыми разными способами. Один из самых простых – носите ремень, который по цвету такой же, что и ваши брюки. Еще один совет – признайте, что ремни не подходят для вашего типа фигуры, и перейдите на подтяжки. Обычно брюки на подтяжках сидят немного выше области талии, и это отлично, потому что визуально ваши ноги будут казаться длиннее, вы сами будете казаться выше и стройнее. Кроме того, для большинства парней широкой талии подтяжки просто богом созданы, потому что они намного удобнее. Вы не испытываете давление в области живота, особенно если ваш живот немного выпирает. Подтяжки выглядят намного лучше, а вы сами выглядите более стильно. Вообще, господа, неважно, какой у вас вес или размер, все мы хотим в этом мире чего-то добиться, и оказались мы на этой планете по определенной причине. Именно поэтому я смонтировал для вас это видео, чтобы вы могли выглядеть на все сто, и чтобы ваш вес не мешал вам явить миру свои таланты. Вы тот, кого другим стоит послушать, потому что вы можете изменить этот мир к лучшему. Итак, господа, вам нужно избегать обычных ошибок, которые совершают большинство крупных парней. Может быть, вы хотите немного сбросить вес, или вы недавно немного поправились. Но когда вы надеваете слишком тесные вещи, даже если вы думаете, что это, скажем, рубашка вам подходит, вы вдруг начинаете замечать, что в области пуговиц ткань сильно натягивается. Или в джинсы уже не втискиваетесь. Но вам в таких вещах будет некомфортно. Вы не будете в них чувствовать себя уверенно, и вид в них будет так себе. Я знаю, что новая одежда может стоить дорого, поэтому свяжитесь со знакомым партнерами или со швейой. Узнайте у них, могут ли они переделать ваши старые брюки или пиджаки, чтобы вы могли их носить с комфортом. Но главное помните, что посадка решает все. Серьезно, вы должны хорошо осознавать это правило. В какой-то момент при просмотре этого видео вы обязательно скажете, Антонио, ты городишь полный бред, я ношу облегающую одежду и чувствую себя вполне уверенно. И знаете что, вы, наверное, правы, потому что если мы говорим о теле, о какой-то ситуации, о стране, в которой вы живете, о культурной составляющей, все это играет важную роль в жизни человека. Доверяйте себе, если вы чувствуете себя комфортно и на все сто в этой одежде. При этом, даже если вам удалось подогнать одежду под себя, есть определенные предметы одежды, которые не льстят парням с массивной фигурой. Это футболки, рубашки с короткими рукавами. Гораздо больше подойдет рубашка с закатанными длинными рукавами. Пропорционально так получается гораздо лучше. Кроме того, лучше избегать шорт, карго. И забудьте о тяжелых громоздких куртках. Носите более легкие куртки, в них вы будете выглядеть гораздо лучше. В громоздких куртках вам жарко и неудобно. К тому же, по тонкую куртку гораздо удобнее надевать одежду слоями, которая лучше сидит на теле визуально. Поговорим о факторе ткани. Большинство парней допускают большую ошибку, когда они не вникают в тонкости применения той или иной материи, с которой пошита одежда. Следует покупать вещи с содержанием эластичных волокон около 5%. Почему? Да потому что такая одежда удобнее, она лучше сидит на вашей фигуре, и кроме того, такие вещи немного дешевле. Иногда, когда вы покупаете джинсы и тому подобные вещи, лучше купить не стопроцентный хлопок, а ту вещь, где 5% эластана. Она будет сидеть на вас гораздо лучше, ведь пузыри от растянутой материи в определенных местах нам совсем не нужны. У некоторых широкие бедра или массивные икры, поэтому нужно носить одежду, которая растягивается. Такой материал подходит вам больше и сидит лучше, чем одежда из неэластичного материала, и это действительно важно, в том числе, если мы обсудим тему рубашек. И, господа, если вам понравилось сегодняшнее видео, сделайте мне одолжение, поставьте ему лайк. Вы как будто говорите богам Ютуба, мол, Антонио дело говорит, и его видео приносят многим пользу. Спасибо, ребята, я оценю вашу помощь. Поставьте лайк. Следующая ошибка больших парней – они игнорируют растительность на теле. Ребята, если у вас есть второй подбородок, просто отрастите бороду. Но отрастить следует не любую бороду, лишь бы какую, а ухоженную бороду. Обращайте внимание на детали. Не стоит запускать бороду так, чтобы она росла у вас непонятно как и покрывала область шеи. Борода должна быть красивой и аккуратной. Борода может быть совсем не длинной, всего дюйм длиной, может, чуть длиннее. Она нужна для того, чтобы скрыть двойной подбородок и удлинить профиль вашего лица. Часто у более полных парней я круглое лицо. Так борода поможет вам удлинить лицо, и вы будете выглядеть стройнее. Кроме того, подумайте о стиле стрижки, потому что если вы не хотите отращивать бороду, и у вас нет двойного подбородка, все равно округлое лицо вы не скроете. Я недавно сделал видеоурок о том, как сделать так, чтобы волосы немного как бы стояли на голове, чтобы получился такой ежик. Если же вы лызете, то мой совет – используйте головной убор. Но многие боятся носить шляпу Федору, так что присмотрите «Порк Пай», может, «Хомбург». Вам даже не обязательно идти в шляпный магазин, вы можете подобрать красивую бейсболку. Главная мысль – наденьте что-нибудь на голову. Для чего? Дело в том, что мужчина в шляпе воспринимается в среднем на 5-8 сантиметров выше ростом. Мне нравятся шляпы в стиле шляпы-газетчика или плоской кепки, особенно если я не помыл голову. Если у меня нет времени ухаживать за волосами, я просто надеваю головной убор. Выгляжу отлично и немного выше. И, конечно, я не могу не упомянуть на этом канале о пиджаках и куртках, потому что вы, ребята, знаете, я считаю, что пиджаки спасают положение. Серьезно, пиджаки могут удлинить плечи и сузить талию. В них руки выглядят более мускулистыми, особенно это касается спортивных пиджаков и блейзеров. Джинсовые куртки тоже хорошо выглядят. Вы можете выбрать для себя кожную куртку, замшевую куртку или кардиган. Поверьте, варианты есть. Более массивные парни, как правило, предпочитают что-то полегче из легких материалов, потому что им быстро становится жарко, но ведь мы приближаемся к зимнему сезону, так что эти варианты подойдут. Поэкспериментируйте, подберите себе пару пиджаков и присмотрите какую-нибудь модель, которая закрывает область вашей пятой точки. Так вы скроете немного лишнего веса в области вашей талии. Если вы действительно довольно полный чувак, не буду лукавить, куртка не сделает вас стройным, но ваш вид станет более подтянутым. Кроме того, квадратный силуэт лучше круглого. Куртка или пиджак позволят вам создать привлекательную линию плеч, вы будете выглядеть выше и таким образом будете выглядеть привлекательнее. Следующая ошибка – аксессуары неправильного размера, не тех пропорций. Когда мы видим гиганта, мы издалека можем сказать, что видим гиганта, потому что размер его головы по отношению к телу меньше, чем у очень маленького человека, у которого будет более крупная голова. Именно поэтому нам кажется, что персонажи мультиков такие милые, все дело в пропорциях. Когда дело доходит до аксессуаров, более крупные парни должны искать аксессуары больших размеров. Солнцезащитные очки бывают самых разных размеров и форм. Вы должны найти те, которые пропорциональны размеру вашей головы. Тоже относятся и к часам, и к другим аксессуарам, которые вы покупаете. Далее вполне возможно, что вы можете обратиться к портному пошить одежду на заказ, особенно если вы часто носите классические рубашки. Например, если вы адвокат или консультант в компании, вам следует заказать рубашки с более широкими воротниками. Кроме того, ваш галстук должен подходить к воротнику, чтобы можно было сделать более широкий узел галстука. Например, узел под названием «Полный Винзор». Для парня роста метр шестьдесят и весом шестьдесят. Такой галстук и узел будут выглядеть комично. Они будут слишком большими, но для парня под два метра ростом и весом около ста шестидесяти. Такой узел будет выглядеть отлично, потому что пропорции будут соблюдены. Следующая ошибка – когда многие парни находят какой-то предмет одежды, который им отлично подходит, они покупают эту вещь в одном экземпляре. Господа, если вы нашли джинсы, и вы полноваты, но они на вас отлично сидят, нужно купить пять пар. Я говорю про основополагающие элементы одежды, которые можно носить снова и снова. Если окажется, что вы нашли предмет одежды, который вы носите часто, например, три или четыре раза за последние пару недель, «Пойдите и купите еще несколько таких же». Я так поступаю, потому что знаю, что мне идет и что я буду часто носить. Если вам трудно подобрать свой размер, не ждите, когда фирма перестанет выпускать нужные вам предметы одежды. Если в магазине распродажа или вы можете получить скидку, если купите несколько пар одного и того же предмета одежды, действуйте смело, покупайте. Если вы нашли для себя что-то подходящее, и вам непросто подобрать себе одежду, ребята, сэкономьте себе время. Да, вам придется заплатить немного больше, и лишняя пара джинсов может провисеть у вас в шкафу несколько месяцев. Если же ваш вес колеблется туда-сюда, тогда все гораздо сложнее. Но если вы ростом 160 и весом 113, и собираетесь пробыть в этом весе какое-то время, причем этот вес оставляют мышцы, то лучше купить футболки, брюки и тому подобное. Следующая ошибка, вероятно, возникает из-за влияния нашей культуры. Многие парни как будто видят себя большими детьми. Например, парень может носить повседневную одежду, шорты, футболки, которые обычно носят дети. Она, эта одежда, не предназначена для мужчин крупного телосложения. Неважно, подгоните вы эту одежду под себя или под свой стиль, но эта одежда вас не украсит. Отдайте предпочтение одежде, которая исторически десятилетиями представляла телосложение мужчин в выгодном свете. Я говорю о повседневном костюме. Вероятно, вы знаете комиксы про сорвиголову. Помните, кто был его заклятым врагом? Перед вами Кинг Пин, и неважно, как вы к нему относитесь, очевидно, что он всегда разодет в пух и прах. Да, он злодей, и у него есть избыточный вес, но он хорошо выглядит, он умело управляет адской кухней, своей частью Нью-Йорка. Он умеет управлять другими. Он очень крупный парень и взял многое, и многих под контроль. Пусть его образ послужит для вас вдохновением. Конечно, вам придется изменить свои привычки, но думаю, что для крупного парня нет ничего плохого в том, чтобы одеваться элегантнее. Пиджак и брюки из одного и того же материала позволят вам выглядеть намного лучше, потому что такие костюмы как будто созданы для парней, у которых есть немного лишнего веса. Знаю, некоторые из вас сейчас скажут, «Антонио, что же такое? Мне жарко в костюме, я не могу носить костюм и не потеть». Но есть легкие костюмы из дышащих материалов. Можно надеть рубашку пола под легкий пиджак. Зимой можно носить такой костюм и получать комплименты о том, что вы отлично выглядите. Так, какое же видео мне порекомендовать для вас дальше? Как насчет видео, где я разбираю ошибки, из-за которых вы выглядите старше? Я насчитал 9. Посмотрите это видео вот, прямо здесь. Все мои советы вы можете посмотреть в этом видео, ребята. Я даю рекомендации не только потому, как лучше и моложе выглядеть и одеваться, но и как чувствовать себя лучше. Кликайте сюда. Субтитры сделал DimaTorzok